Этой ночью алматинцы отправили в Кустанайскую область 120 тонн гуманитарного груза. В мегаполисе было организовано 10 пунктов сбора помощи для пострадавших от пожара. Горожане откликнулись на призыв поддержки людей, чьи дома сгорели. Они принесли в пункты сбора вещи и продукты первой необходимости. Для их транспортировки было привлечено 8 грузовых машин подъемностью 20 тонн каждая. Гуманитарная помощь пострадавшим от пожара кустанайцам оказывает и Октюбинская область. Накануне оттуда отправился автокараван с медикаментами, одеждой, предметами личной гигиены, продуктами питания. Сбор гуманитарной помощи в пунктах приема при партии Аманат, в том числе в 12 районных области продолжается. Необходимые товары привозят предприниматели, волонтеры и неравнодушные жители. Мы помогаем не только для тех, которые пострадали от пожара, но и для тех, которые оказывают помощь при пожаротушении для наших спасателей и их семьям. Это все инициаторы, это у нас бизнесмены, это наши местные товаропроизводители, это торговые сети, которые неравнодушны текущему положению жителей Кустанайской области. Режим ограничения полетов в ряд аэропортов Южной и Центральной части России продлен до 10 сентября. Запрет охватывает 11 воздушных гаваней, сообщили в Росавиации. Так, полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белграда, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополь и Элисты. Пассажирам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты. Ранее Росавиация рекомендовала пользоваться аэропортами Москвы, Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя. Ограничения действуют с конца февраля. В Минском районе на электросамокаты и велосипеды пересели соцработники. Теперь на дорогу меньше времени, а на подопечных больше. Передвигаться на двуколёсном транспорте решили ради эксперимента. У соцработников пока только два самоката. Их покупка – эксперимент. В районе хотели посмотреть, как двуколёсный транспорт поможет сотрудникам в работе. Результаты оправдали ожидания. В планах пересадить на электросамокаты все соцработники. Главный критерий для будущего двухколёсного транспорта – корзинка. А лучше несколько. Электросамокаты были куплены в рамках гуманитарного проекта «Помощь дойдёт до каждого». У многих наших соцработников и по 12 человек. 10-12. И наши люди, граждане пожилого возраста, разбросаны по всем Смолевичам. И тем более очень удобно в сельской местности. Потому что от деревни до деревни – 5 километров, допустим, от одной до второй. В Праге около 70 тысяч человек вышли на антиправительственную акцию протеста под лозунгом «Чехия в первую очередь». Её участники считают, что власти действуют в интересах Евросоюза и НАТО, а не своей страны. Требуют от министров, соответственно, изменить внешнюю политику, остановить инфляцию и рост цен на энергоносители. Премьер-министр Чехии обвинил манифестантов пророссийской позиции. На протяжении века британские пабы были не просто местом, где можно выпить пиво. Они также играли важную роль своеобразных общественных центров по всей стране. Но теперь из-за неполномерного роста цены энергоносители тысячи пабов оказались под угрозой закрытия. Об этом говорится в письме, которое направили властям хозяева заведений. После введения антироссийских санкций инфляция в Великобритании взлетела до 40-летнего максимума. При этом для предприятий не предусмотрено ограничений на рост тарифа на газ и электричество. Им придется поднимать цены, что может отпугнуть клиентов. Ограничения в период пандемии нанесли по пабам серьезный удар. Но в новых условиях выйти из кризиса будет непросто. С начала года число пабов в Англии и Уэльсе впервые упало ниже 40 тысяч. «Мне встречались люди, у которых, как они ожидают, счета вырастут в 2-3, а иногда даже в 4 раза. Не скажу про пивоварни, но некоторые пабы, которые остаются основными точками избыта продукции пивоварен в стране, сообщали, что их счета выросли с 30 тысяч до 150 тысяч фунтов в год». «Мы определенно отмечаем рост цен на некоторое наше сырье, например, на зерно и на хмель, которые мы используем. Они действительно несколько поднялись в цене». «Мы definitely seen those kind of go up in price».